здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж мы находимся в магазине new face долгожданное для меня видео мужской моды мы сегодня посмотрим увидим очень много всего интересного красивого я попросила зайдя в магазин как раз таки подготовить от фиты которые характеризуют сегодняшнюю мужскую итальянскую моду конечно же первое что мы вам покажем это мужской классический костюм при этом мужской классический костюм не носится в италии если говорить о повседневной жизни с рубашкой и галстуком рубашка да и она может быть самая-самая разная посмотрите в данной вариации очень классический костюм и очень не классическая рубашка и в этом вся италия в этом итальянский мужской стиль внимание к деталям сочетание несочетаемого. Такой костюм можно носить с классической обувью. Обратите внимание на неклассические при этом носки. Можно носить также и со спортивной обувью. Здесь на самом деле вопрос примерки и вопрос смелости. Обратите внимание, что брюки достаточно заужены, брюки со стрелкой. Если говорить о том, какой брючный костюм более популярен, двубортный либо однобортный, здесь на самом деле все отдается на усмотрение, на предпочтение того, кто этот костюм будет носить. Я часто говорю, что в Италии все очень-очень лояльно и в мужской моде также. Ну что ж, у нас необычные носки. Не сбрасывайте со счетов этот аксессуар. И, как правило, в мужских магазинах в Италии представлена очень широко гамма аксессуаров. Это носки, это нагрудные платки, это также подтяжки, конечно же, головные уборы. Следующий лук спортивный. И посмотрите, обратите внимание на то, что он контрастный. В Италии мужчины одеваются очень просто. Их аутфиты очень легко разложить. Все аутфиты мужчин составлены по принципу контрастности, либо монохромности. Но итальянцы очень любят именно контрастность. То есть светлый низ, темный верх, либо наоборот. Темные брюки и что-то светлое сверху. Чаще всего темными бывают именно джинсы, светлой бывает рубашка. Заслуживают особого внимания так называемые техноткани. Их стало очень много именно в мужском гардеробе. По большому счету это то, что раньше использовалось материал, который раньше использовался именно для спортивной мужской одежды. Так называемая ткань для ветровок, ткань для специальных, для пробежки, допустим, брюк, либо шорт изготавливаются из такой ткани очень часто. Эти ткани сейчас широко используются именно в мужской моде, в мужском гардеробе. И они потрясающе смотрятся. И чаще всего такие техноткани смотрятся очень здорово именно в исполнении вариации брюки. Брюки очень похожи на спортивные, при этом чаще всего имеют стрелки. И сегодня на то подобные брюки мы с вами посмотрим. Если говорить об обуви, итальянские мужчины предпочитают, и тут на самом деле они предпочитают то, в чем им удобнее, то в чем они себя чувствуют красивыми. Говорить о том, что классическая обувь либо спортивная обувь, то есть кеды и вариации на тему, либо макосины, то есть обувь выходного дня пользуются большим спросом, не приходится. Итальянские мужчины все очень здорово умеют миксовать, но самое главное итальянские мужчины, и именно это отличает их стиль, не боятся показать себя. И они, наверное, не боятся ошибиться в подборе своей одежды. И, наверное, это очень важно не только в подборе одежды, не иметь и не быть скованным каким-то страхом, страхом осуждения. Рубашки с коротким рукавом. Они встречаются в мужском летнем гардеробе, безусловно. Как правило, рубашки с коротким рукавом имеют не классический принт, то есть это не белая рубашка и не рубашка в полоску. Это, как правило, что-то похожее на гавайскую рубашку, соответственно, цветы и все вариации на тему именно этого принта. И да, рубашки с коротким рукавом мужчины носят. Летом очень и очень жарко, но очень многие предпочитают и рубашку с длинным рукавом и просто закатывать. Рубашка носится прежде всего с шортами именно летом. По поводу воротника рубашки могу сказать, мне уже был задан вопрос, какой воротник пользуется популярностью, какой в моде. Воротники самые-самые разные, но если вы зайдете в обычный магазин, чаще всего вы увидите классический воротник. Если вы зайдете в ателье, вы увидите огромное количество воротничков. Это прежде всего сделано для того, чтобы клиент мог под себя сшить рубашку и выбрать. И также огромное количество манжетов. Но в целом моды на какой-то воротник ее не существует. Брюки с отворотом. Да, еще раз, да, подобные мы уже видели в этом видео. И на самом деле здесь тоже нет определенного четкого канона. Брюки могут быть любыми. Они могут подворачиваться, как раньше, но чаще всего они просто укорочены. Могут иметь манжет. Единственное, что манжет стал не таким высоким. Очень по-итальянски смокинг из техноткани и смокинг из техноткани. С брюками, которые больше похожи на тренировочные штаны. Кстати, это марка Айдроджен. И мне было приятно узнать, я эту марку очень хорошо знаю. Она из гардероби моего мужа. И она из гардероби у моих мальчишек. И мне было приятно узнать, что Айдроджен это марка падаванская. Она производится, имеет производство своих вещей рядом с падой. И могу сказать, что меня вдвойне приятно удивило то, что именно в этом магазине предпочтение отдается местным маркам. И я считаю, что это очень правильно, очень разумно. И действительно, у нас в Эниту очень и очень большие производства хорошей одежды и хорошей обуви, которые практически никому не известны. Вот благодаря таким байерам, таким владельцам магазинов, которые отдают предпочтение местному продукту, люди могут узнать о том, что красивого и полезного производится в данном случае в нашем регионе. Есть несколько марок, так называемых местных. И повторюсь, отдается предпочтение именно вещам и маркам, которые имеют свое производство в Эниту. Повторюсь, их на ткани используются широко именно в мужском гардеробе. Чаще в мужском, чем в женском. Обладают всеми характеристиками, которые должны быть у подобных тканей. Вот, пожалуйста, очень часто на вещах как раз-таки имеются специальные этикетки. Покажу вам брюки, которые мне очень нравятся. Они нравятся мне лично. Я люблю, когда мои стрит-стайлеры в подобных брюках. Эти брюки я бы очень хотела приобрести своему мужу, но он пока не готов. Посмотрите, это брюки очень похожи на те, в которых мы тренируемся. Но они заужены к низу, то есть они имеют модель как раз-таки классических брюк. При этом они на шнурках, как спортивные брюки. И самое главное, у этих брюк есть стрелки. Мне даже не нужно просить кого бы то ни было мерить подобные брюки, они будут потрясающе смотреться. И как раз-таки именно вот эта техноткань, плащевка, как бы мы сказали, но видно, что это плащевка с характеристиками модерновыми, с характеристиками ткани, которые производятся недавно. Она очень здорово смотрится, потому что, точнее в том числе, потому что это неожиданно. На брюках, например, увидеть такую ткань. На брюках со стрелками увидеть такую ткань. Еще одна марка, ADD, как называют ее здесь в Италии. Я знаю, что произносят ее так же, как AD, либо ED. Но вот мне сказали, что ADD это название этой марки. Она тоже наша, местная. У них, у этой марки известные на весь мир пуховики. Насколько я поняла, они славятся именно пуховиками. Я же узнала об этой марке тоже, как раз таки, как о марке очень качественной детской одежды. И вы на моих мальчишках могли неоднократно увидеть пуховики этой марки. Мне кажется, у мужа тоже есть пуховик этой марки. Посмотрите, я очень люблю вот такие, я их называю футболки с длинным рукавом. У них, как правило, характерный необработанный край. Потрясающе смотрится, с летними хлопковыми брюками. Рукав может носиться приподнятым, может носиться опущенным. Но самое главное, вот эти вещи из подобной полупрозрачной ткани, которая похожа на плотную марлю, они потрясающе смотрятся на мужчинах. Они не облегают, но при этом, я не могу передать слова, мужчины классно выглядят в подобных футболках с длинным рукавом из такой ткани. Эта футболка висела рядом с белыми джинсами. И обращайте всегда внимание на то, рядом с чем висит вещь, которую вы взяли, которая вам понравилась, вам как будто бы советуют, намекают, с чем ее можно носить. Еще одна футболка из подобной ткани, как я говорю, марля, плотная марля. Эти вещи, конечно же, хлопковые, но с коротким рукавом. Посмотрите, прекрасная альтернатива традиционной футболки, сделанной из футболочной ткани. Очень здорово подобные футболки смотрятся на выпуск. Льна очень много всегда в летних коллекциях мужских. Это льняные рубашки и также льняные пиджаки и брюки. Очень много не просто без подкладочных пиджаков, а именно мягких пиджаков. Они изготовлены из специальных тканей. Очень часто эти ткани тоже напоминают тренировочную одежду, то есть то, из чего шьются свитшоты. Сейчас из этого шьются также и мужские пиджаки. Ну что ж, мои прекрасные зрители, мне остается только поблагодарить за гостеприимство магазин New Face за предоставленную возможность посмотреть вблизи на мужскую итальянскую моду. Мы же с вами очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok